С вами Megabzor.com, в центре внимания сегодня у нас будет видеокарта Pallet GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OS. Видеокарты этой серии мы уже изучали, посмотрим, что предлагает данный производитель. Комплект данной видеокарты включает переходник питания с двух PCI на 16-контактный разъем. Установлена габаритная система охлаждения, которая перекрывает более трех слотов на материнской плате. Весит почти полтора килограмма, не лишним будет задуматься о поддержке при монтаже в корпусе, дополнительной. Внешний вид у него выдержанный, кожух из матового пластика черного цвета, с матовым покрытием. Здесь отсутствует зона с подсветкой, все как вы любите. Обратную сторону печатной платы защищает металлическая пластина с вырезами в районе тыльной части, через которую воздух проходит сквозь радиатор. Состоит из шести тепловых трубок, двух массивных блоков с пластинами, контактной площадки и прижимы осуществляются к цепи VRM, чипам памяти и графическому процессору. Питание подаем через 12-вич-пау-разъем. Рекомендуется источник питания от 750 Вт, энергопотребление 285. На панели разъемов 3 DisplayPort и HDMI. В палец GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream используется 9-фазная схема питания. Сборки рассчитаны на 50 Ампер, чипы памяти Micron. Для начала мы проверили эффективность системы отвода тепла. В синтетической нагрузке температура не превышала 68 градусов. Работают три вентилятора тихо. Также поддерживается полная остановка вентиляторов, например, при температуре ниже 60 градусов. Это можно будет настроить. Тестовый стенд у нас построен с процессором Intel Core i7-5960X, 32 ГБ оперативки, и установлен актуальный драйвер, а также последние версии по играм и бенчмаркам. Напомню, что по ссылке есть текст обзор, можете посмотреть более детально скриншоты, если это вам нужно. Во всех играх выставляются максимальные настройки графики. Разрешение Full HD, DLSS отключен. Это три игры. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Видеокарта сопровождается программной поддержкой. На официальном сайте есть утилита Thundermaster. С помощью нее можете проводить детальный мониторинг, автоматический ручной разгон, вкладка подсветки не работает, но тут собственно ее и нет. Есть корректировка схемы работы вентиляторов с возможностью отключения в зависимости от температуры графического процессора. В итоге получаем тихую, холодную и высокопроизводительную видеокарту. Но ожидать заметного скачка в сравнении с 4070i тоже не стоит, это примерно 5-10%. Тут скорее больше задел на будущее, с учетом роста аппетита современных игр. В лагере красных она составляет успешную конкуренцию Radeon RX 7900 XT, особенно при использовании трассировки лучей. Ну и сама же будет хороша при апгрейде с уже послуживших поколением видеокарт Nvidia и AMD. С удовольствием обсудим с вами Pallet RTX 4070i Super Jetstream. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.